Сидят уже красавцы. Доброго всем воскресного утра! И что ты плачешь? Ты поди, пля? Я ему сказала, что в следующую субботу он должен жениться, и чтобы его жена за ним ухаживала. А я уже все, мне уже надоело за ним стирать. Ты уже взрослый сыночек, надо жениться и все. И пока тебе попали в Париж? Нет. Если бы вы металлика, а не? Вы металлика, а либо в Париж? Он не хочет в Париж переезжать, наверное. Но если хотите, тут живите. Ты не хочешь жениться? Я не хочу жениться. Пардон? Я хочу остаться здесь. Ну а как ты здесь останешься? Тебе надо уже жениться, потому что постоянно я за тобой стираю одежду. Я говорю папа, когда он хочет. И папа или усилий, да? Я не хочу. Но ты вера. Не хочет жениться он. Но когда я с вами, или на субботу? На субботу? Нет. Да, мой мальчик, это хорошо, ты уже закончил школу. Ты уже большой, поэтому нужно быть маленькой. Ты же не хочешь от мамы уезжать, говорит. Дурацкие у тебя шутки, мама. Это, может, тебе жена не нравится. Ты мой сыночек. Все, он сказал, будет за собой убирать тогда. Тогда пусть не женится, пусть остается пока с мамой жить. Что? Мама должна выкинуть качанчик, да? Ну давай, мама выкинет качанчик. Что еще надо сделать? Носики повытирать вам надо, да? Пяточку почесать? Пятку кому-то надо почесать? Давай почешу пяточку, давай. Чешется? Или что? И тебе тоже надо почесать пятки? Сами уже ничего не можете, да? Ага. 10 евро. Блин, мой шампунь стоит дешевле. Он ему купил шампунь, чтобы помыть собаку. Вот, но, он говорит, это высокое качество. Ну, не знаю, хорошее это качество или нет. Но 10 евро за шампунь для собаки, мне кажется, он вообще просто уже сдурел. Мне пошел купил. Но пахнет очень приятно. Но это не только для собаки. Здесь написано собачки и кошечки. Причем не просто собачки и кошечки, а щенята и котята. Вот так вот. Девочки и мальчики, я сейчас с вами поздороваюсь, потому что больше у меня в кадре на сегодня, скорее всего, не будет. По той простой причине, что я сегодня не делаю макияж, не наношу никакой крем. И я вся красная, потому что солнце. И плюс я еще давила прыщей. Поэтому вот у меня как бы не самый лучший видон. Поэтому больше в кадре я сегодня появляться не буду. Смотрите, как я адаптирую блюда. Вот, например, я им сделала. Они любят это мясо. Как же оно-то называется? Это карпаччо, которое это вообще итальянское блюдо. Что-то какое-то итальянское получается. С такими варениками, пельмешками со шпинатом и сыром. А себе просто сделала салат, немного кальмаров и полила их лимонным соком. Вот и получается как бы адаптированное под меня блюдо. Ну и что нос повесил-то? А мы здесь как надзиратели такие лежим. Он здесь, я здесь, а там дети. Сегодня у нас воскресенье. Ничего не делание, просто лежание, едание, плавание и всякое офигевание. Джеймс? Джеймс? Иди сюда. Иди, я тебя помою. Джеймс? Джеймс? Иди сюда. Иди, мы тебя помоем. Идем в душ с шампунькой такой, которую тебе папа купил за 10 евро. Надо мыться за такие баблищие. Хотела сравнить цену этого шампуня с Амазоном. И на Амазоне я не нашла именно вот этот шампунь. Нашла этой марки. Анджу Боте. Начинаю с 11 евро за флакончик. То есть у него еще это, как говорят, хорошая сделка. Джеймс, пошли мыться. Джеймс? Джеймс? Иди вот сюда, садись. Будем тебя мыть. Джужука протянул шланг. Мы решили его помыть вот здесь, на траве. Эй, это же ваточки я приготовила, чтобы ушки ему помыть. А они упали. Ну, конечно, у меня нет никаких карманов, смотрите. Вот почему, потому что мы все в одних трусах ходим. О, какой чистый мой. Вот какой чистый у нас будет песик. Будет пахнуть собакой нашампуненной. О, какое лицо у нас у нашампуненной собачки. Ой, девочки, прямо быстренько, 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 у кого есть с этим опыт, смотрите. Я взяла, обрезала всю эту мяту, потому что листики желтые начали появляться вот здесь внизу. Вот, а здесь новая проросла мята, поэтому как бы я особо не расстраиваюсь. Но теперь у меня дофига просто мяты. Как правильно ее засушить? Или что из нее сделать? Надо прям вот быстро-быстро, вот прямо до завтра принимаются советы. Потому что завтра утром, завтра это в понедельник, я проснусь и что-то нужно с этим сделать. Либо ее перемолоть как-то, не знаю, либо засушить. Ну как засушить? Вот в чем вопрос. А еще у меня здесь есть петрушка. Прикиньте, вот это вот огромное дерево, это петрушка. Но я уже оставила ее, пусть. Это чтобы семена были. И я этой петрушкой прям вот тут вот все засею этой петрушкой. Пусть будет. Ну а мята новая проросла, поэтому я особо не расстраиваюсь. Смотрите, прям новенькие такие хорошенькие листочки растут. Я ее пополиваю хорошо. А знаете, чем я ее поливаю? Сейчас покажу. Пойдемте на кухню, я вам покажу, чем я ее поливаю. Вот у меня здесь проростки. Видите, вот такие вот проростки. И вот эта вода, которую я промываю, я потом поливаю все эти растения. Ну мяту и петрушку вот этим поливаю. Получается как бы настойная такая вода для полива. Он играет в угадалочки. Так. В какой руке? Оп. Оп. В какой руке? Молодец какой, все угадал. А это кто здесь такой кушает на столе? Это что за кот такой? Кошак. Прямо кошак, я бы сказала даже. А у меня пирешка. Знаете из чего? Из сельдерея. И немножко креветок там внутри. Ой, блин, ничего не видно. Немножко креветок и немножко, знаете чего? Перца. Желтого, красного. На этом и закончим наше видео. Увидимся с вами завтра. Это было воскресенье. Мила Френо, Жюлен Френо, Тео Френо, Элена Френо, Кирк Френо, Джеймс Френо. И даже мухи и Тефрено. Увидимся с вами завтра. Пока. Понравился наш канал? Не забудь подписаться и жми на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok